Привет! Сегодня мы с Мариной расскажем вам, как дома мы готовим паштет. Для паштета мы используем сегодня печенку и сердце, купленные куриные, две упаковки, ну это 1,8 кг, где-то почти 2 кг. Используем лук, морковку. Лук и морковки мы берем столько, сколько мясных продуктов. То есть у нас где-то 1,8 кг, ну наверное 1,5 кг у нас лука и морковки и того вместе взятых. Соль, сахар, специи, просто можно молотый, перец душистый, горький, ну или специи для курицы. Используем постное масло, мясорубка нужна нам для этого. И когда мы уже почти приготовим, нам нужно будет еще сливочное масло. Ну для такого объема может быть 1,5-2 пачки масла. Или можно взять 1 пачку масла сливочного, чтобы вкус сливочный и пачку спреда растительного, ну у кого как есть. Значит получается почти 2 кг куриных печеночек из сердца. Почти 1,5 кг у нас лука и морковки вместе взятых. Ну поровну. Морковку и лук мы режем очень крупными кусками, потому что мы будем долго тушить, оно все развалится. И потом, значит когда мы это все протушим, долго будем тушить, 1,5 часа где-то. Это мы все, оно остынет. Мы перекрутим все на мясорубке, все тушеные овощи и мясные ингредиенты. И потом, когда уже перекрутим на мясорубке, можно 1 раз, можно 2 раза перекрутить, чтобы было мельче. И тогда мы уже добавим размягченное сливочное масло. Я его пока не доставала, потому что все равно еще долго готовится. Позже достам. Сейчас мы будем на раскаленную сковородку постного масла чуть-чуть капнем. Ну наверное буквально там 4 булька. Потом высыпем лук, морковку и будем высыпать, тушиться, жариться и тушиться, будем высыпать куриные ингредиенты. Это у нас печенка и сердце. Когда-то я готовила просто из субпродуктов, все из сердца. Ну получается, конечно, жестковато. То есть, поэтому из печенки, когда просто из печенки, это самый нежный, конечно, вариант. Мы такой паштет приготовим, он будет очень вкусный, праздничный. Этот паштет попроще, более повседневный. Но его и хорошо использовать, и на хлеб мазать. Также можно его использовать, как к макаронам, к кашам подавать. Ну как будто будет макароны там по-флотски. То есть, вот такое блюдо. То есть, я заготавливаю сразу много. Тушу один раз, перекручиваю, чтобы это по 10 подходов не делать. Перекручиваю. И те, которые кушаем, в холодильнике просто лежат паштет. Я накладываю специальные формочки. Можно в баночки понакладывать, чтобы хранилось. Если на долгое хранение, можно поставить морозилку. Оно там хранится хорошо, просто когда кушаешь, ну, перед тем, как кушать, достать, чтобы разморозилось. Так, значит, я включила конфорку, включила сковородку. Насыпала половину лука, половину морковки и одну упаковку печенки с сердцем куриных. Ну, вообще хорошо, когда все тушится сразу. Для этого, может быть, есть у кого-то более глубокая сковородка или большая жаровня. То есть, все перетушить. Ну, допустим, в детстве, когда маленькая была мама, у нас тушила большой жаровня. Ну, мы, правда, делали еще паштет, добавляли туда смолец со свинины. Ну, когда что есть. В данном случае мы делаем более такой витаминный паштет, потому что мы овощи любим и это более полезно для здоровья. Значит, половину кинула. Сейчас еще буду добавлять лук, морковку и вторую упаковку. Сердечки печенку я промываю и ложу. Кинула я всю печенку и сердечки, почти всю морковку и лук. Я их чуть-чуть позже добавлю, еще тушиться будет долго. Сейчас закрываем крышкой и тушим, 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 тушим долго, долго, долго. Ну, видите, получается даже плотненько крышкой закрывается. Все-таки нужно побольше, но я большой объем хочу сразу приготовить, чтобы было раз приготовить, а потом его кушать дольше. Значит, все, ждем. Минут через 5 откроем, через 2-3-5 минут откроем, помешаем. Так, ну, сейчас мы будем открывать, мешать. Тяжеловато будет, наверное, тяжеловато будет мешать. Все-таки надо не лениться и на 2 сковородки это разбить или на 2 захода. Одно протушить хорошо, потом другое протушить и в кастрюльку переложить. Значит, ну, или тут оставить остывать, а потом уже перекручивать и в кастрюльку ложить. Просто, конечно, чем больше сковородка, тем больше объем вы сразу можете сделать. Я тут решила сразу выиграть, а сложновато. Ну, ничего, ну, когда овощи сейчас начнут влагу отдавать, они станут меньше в объеме, поэтому оно все опустится поначалу сложновастенько. Ну, чуть-чуть помешали снизу. Видите, печенка начинает белеть уже, приобретает такой цвет, уже более беленький, внутри красная. Значит, варим и тушим долго-долго-долго-долго. Закрываем крышкой, ждем опять минут 5, потом опять мешаем. Так приготовление всего блюда. Опять подходим, будем мешать. Аромат уже во всей кухне. Очень вкусненький и аппетитненький. Солить и перчить будем попозже. Печенку, говорят, нужно солить попозже, когда она уже будет почти готова, потому что соль разъедает печенку. Нам, в общем-то, все равно нужно, чтобы она стала милкой. Но посолим попозже. Значит, уже белеет хорошо. Очень хороший наборчик. Мне очень понравился этот сердечки и печенка. Такая хорошенькая упаковочка. Так. Ну что, хай опять тушится. Закрываем крышечкой. Под крышкой уже очень сильно кипит. Надо прикрутить обязательно. Прикручиваем, открываем и мешаем. Чуть-чуть становится меньше в объеме. Лучок уже так размягчил. Кто хочет, можно мельче резать. Ну, смысла нет резать мельче, потому что оно все равно все протушивается. Время долгое тушение. И потом удобнее переключить на мясорубке. Ну, все кусочками. Такими будет. Очень вкусненько пахнет. Лук дает и морковка. Морковку в паштет мы всегда кидаем. Потому что она дает сладость такую. Знаете, и объем дает, и витаминку, и сладость. А мы любим, когда паштет сладко. Меньше сахара, больше морковки. Вот так. Закрываем и ждем опять. На крышку смотрите, сколько много сока. Видите, естественно, это же с овощей, мы понимаем. Сейчас уже чуть-чуть меньше оно остается в объеме. Лучше мешать уже. Поднимаю снизу, перемешиваю. И сейчас буду добавлять вот эти оставшиеся морковку, лук. Ну, и оно будет вместе сутушиться. Оно успеет дотушиться. По капельке сейчас еще добавлю. Миска, где есть. Я паштет готовила даже, ну вот когда морковку, лук, да, то еще можно чуть-чуть яблочек добавить. Ну, можно с кожурой, в общем, оно перекрутится на мясорубку. Значит, с яблочками тоже вкусно. Ну, только их не сильно много добавлять. Потому что они тоже дают кислинку, сладинку. Ну, интересно, есть такой пикантный паштет получается. Мы приготовим потом печеночный паштет с яблоками. Попробуйте, тоже будет вкусно. Все, закрываем крышкой. Уже достаточно долго тушится. Вся морковка уже мягкая. А лука вообще не видно. Он уже настолько разомлел, что его даже не видно. Он уже просто превратился в юшечку. Значит, уже мы открываем крышку. И влага выпаривается еще более быстро. Потому что уже все готово. Попеченка готовая, сердечко готовое, морковка. Просто ждем, когда влаги станет меньше. Что там, Мариношечка? Мамя, Мамина. Сейчас я тебя возьму на ручки. Минутку, подожди. Вы видите, что уже даже морковка распадается. Уже разламывается. Уже очень хорошо все стушилось. По времени действительно это где-то полтора часа. Ну, как стирка. Хозяйка включила. И занимается своими делами. Так и здесь. Время больше у хозяйки тратится на подготовку продуктов, на чистку овощей. И потом в конце уже, когда нужно перекручивать и смешивать. А сейчас, ну так, периодически подходишь. Не сильно занимает много времени. Удобное блюдо. Значит, влаги уже очень мало. Ну, еще чуть-чуть покипит. А потом выключаю. Даже если не осталась юшечка, она пока до конца блюда остынет, она все равно еще испарится. Ну, и, значит, почти до комнатной температуры, когда она остынет, тогда можно перекручивать. И тогда смешивать с размягченным сливочным маслом. Значит, все уже. И морковка разламывается, видите. И печенка разламывается. Оно уже само с крово почти превратится. Но все равно нужно перекрутить на мясорубке. Так будет нежнее. Вот так вот. Знаете, юшечка уже выкипела. Тут вот густое уже такое. Здесь чуть-чуть осталось. Но уже можно выключать. Значит, пока оно остынет, это все испарится. И уже будет почти сухое. Выключаем уже конфорку. Просто ждем, когда остынет до комнатной температуры. Подготавливаем мясорубку. Прикручиваем к столу. И масло уже у нас все мягко растаяло. То есть, просто для чего можно и горячим его перекручивать. Но для того, чтобы смешать масло, мы понимаем, что горячее не стоит с маслом смешивать, чтобы оно всегда не растаяло. То есть, поэтому до комнатной температуры перекручиваем. Потом смешиваем с маслом. Все покажу дальше. Ну вот, я приготовила. Значит, перекручивать мясорубку, тарелочка. Кастрюлька большая. Емкость нужно больше по объему, чем вы думаете займет и ваша перекрученная. Вот это вот овощи и печенка. Потому что еще с маслом смешивать. Нужно расстояние иметь. Значит, масло, перетушенные овощи с печенкой. И с удочки приготовила пластмассовую, чтобы накладывать печеночный паштет. Сейчас будем перекручивать. Сейчас насыпаем все и перекручиваем. Обычное дело. Перекручиваем. Значит, то, что можно и мужа позвать, и папу позвать, перекрутить. Помочь. Всем приятно, когда готовится вкусное блюдо. И вот это вот участие в приготовлении, ожидании вкусняшки. Людей настраивают на хорошие, позитивные эмоции. Значит, перекручиваю. Покажу дальше. Когда уже перекручиваем все мясное, тогда буду показать, как смешивать с маслом. Перекрутили. Значит, вся юшечка, все пошло. То есть, казалось ли, ее много. Но нормально, видите, такое густоватое. В общем, в итоге получается, наверное, килограмма три паштета. То есть, если взять где-то 1,8 кг, 1,9 кг у меня было печенки с сердечками. 1,5 кг лука и морковки. Итого еще будет 2 пачки масла и спреда. То есть, это 400 грамм. Будем считать, что частично ужарилось, выпарилось. Ну, наверное, килограмма три выходит блюдо. Мы сделаем с запасом. Положим часть в морозилочку. Потом будем доставать. Можно с макаронами. Студентам на тормозок. Детям, мужьям. Сейчас будем масло открывать и смешивать. Сложим наш паштет. Даже очень мягенькое. Можно чуть-чуть подлежать. Хорошо будет растираться. Ну, а теперь все тщательно. Очень тщательно. Все перемешиваем. Растираем ложечкой. Вот, смотрите. Паштет печеночный я уже уменьшала. Замесила. Стал он однородный. С маслицем. Очень много можно еще взбить ложечкой. Так, чтобы она была пушненькая. Такую спинку. И накладывать в формочки. Для паштета я использую готовые судочки. Просто дома остаются. Используются. Мы подокладываем. Закроем крышечками. И поставим в морозилку. Ну, также в баночки разные. Можно делать на праздник. Мы делали, допустим, можно в шприц наложить. И со шприца повыдавливать такие вот цветочки. Или такие ежики на тарелочку. И в холодильник поставить. Оно замерзнет. И будет красиво, декоративно. Ну, для дома чаще. Мы просто используем определенную какую-то посуду. Формочки, баночки. Ну, а для подачи. Естественно, можно красиво просто подать. Сейчас буду накладывать в формы. И готовить в холодильник. Ну, в общем, чего здесь такого сложного нету. Просто берем, накладываем. И закрываем крышечкой. И ложим в холодильник. В холодильнике оно застынет. Потому что масло застынет. Печенка твердой. Ассистенция. Значит, в общем, уже готова к употреблению. Просто чуть-чуть подморозить. Сейчас насыпаю, закрываю старую холодильнюю. В общем, блюдо готово. Субтитры сделал DimaTorzok.